Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 августа. Я хотела показать бычий лоб чуть позже, но с ним творится что-то невообразимое, так как очень-очень много плодов. Вот видите, тяжесть большая. На этом кусте вообще палка сейчас сломалась, он чуть ли не весь упал, потому что вверху тут еще и еще кисти у нас висят. Я побоялась, что он... Тут вообще он под тяжестью вот этих вот гроздьев, он не это... Мои ниточки не выдерживают, и он вот так спускается вниз, видите, уже тут петли. Короче, я боюсь, что он вообще куст сломается, я вам его не покажу во всей красе. Но сегодня я хочу показать, что бычий лоб это страшная сила. Он весь... У него столько плодов, что палка одна сначала упала, ветром их свалила, я подняла, а потом вот это вот сломался колышек сейчас. Мне пришлось даже на помощь звать, чтобы я пока держу вот этот куст, воткнуть еще один кол. Он начал тоже массово спеть. Сейчас я расскажу вам о его характеристиках. Обычно он всегда у меня был... Не был еще главным героем видео в этом году. Он обычно был на втором плане за бердским крупным, потому что бердский крупный, он низкорослый, и из-за него вот выглядывал вот этот бычий лоб. Я всегда говорила, ой, какой он высокий, какой он здоровый. Вот сейчас я обрезаю листья, хожу, я не хотела сегодня про него снимать, но так как он весь уже падает и обламывается, я сейчас половину плодов сниму, которые спелые, чтобы ему полегче было, и снимать уже его потом на видео не буду. Но хочу сказать, что он действительно, он такой высокий, он до сих пор растет. Вот вся вот эта ботва его зеленая, он словно хочет остаться на второй год. Он прям цветет, опыляется, завязывает плоды, плоды новые созревают вон там в дебрях, в кустах. Надо вот сейчас все это обрезать, удалять. У меня руки не поднимаются, я надеюсь, что лето будет долго. Вот он и Казанова, видите, вон Казанова до небес дорос. Все, сейчас характеристики вам расскажу и расскажу свое мнение об этом томате. Вот, раз нарисована снежиночка, значит он годен для выращивания в зонах рискованного земледелия. Томат крупноплодный, любительской селекции, бычий лоб. Среднеспелый сорт сибирских селекционеров, рекомендован, рекордсмен по завязываемости, извиняюсь, очки не взяла в огород плодов и урожайности. В неблагоприятный год растение индетерминатного типа роста, высотой метр-полтора метра, он у меня на улице вырос больше двух метров, представляю, какой бы он был в теплице. Выращивается в открытом грунте. Плоды ярко-красного цвета, округло-ребристые, массой до 600 грамм и более, плотные, сорт порадует даже начинающего садовода хорошим урожаем в любой год. В зависимости от плодородия почвы урожайность достигает 8 килограмм с куста. Сорт прошел акклиматизацию в западно-сибирском регионе, на одном квадратном метре размещают 2-3 растения. Короче, так. Ну и все. Вот все, что здесь написано, да, крупный плод, очень высокий. В неблагоприятный год, ну вот нынче год уж был куда более неблагоприятный, мы его когда высадили, здесь было сильно жарко, и вы видите, какой он дал урожай. Ну это бочелоп, это что-то. Я выращиваю его второй год всего, и он в прошлом году очень хорошо себя показал, и нынче. Единственное, что я не стала формировать кисти, видите их сколько много, и может быть они даже не дотянули до тех размеров, которые должны были быть. Если бы я убрала лишние, то были бы они все крупные, вот видите какие они. Они, конечно, должны быть вот такие. Вот он еле входит в ладошку, этот бычий лоб. Он действительно вот похож как на лоб на какой-то. Но я за всеми ими уследить не могу. Я им дала возможность завязаться столько, ну, плодов, сколько он, ну сколько хочет. Они у меня росли как хотят. И вот получилось, что вот эти кисти сильно массивные, по много-много штук. А на крупных, я же говорила вам, что нужно оставлять в кисти 3, самое большое, 4 плода. Тогда они будут полноценные, тогда они нальются хорошо. А вот у нас в некоторых кистях и по 5, и по 6, но все равно, это очень крупный сорт. Я потом покажу вам его на разломе, на разрезе. Но заранее могу сказать, что я его уже ела. Это вот, он принадлежит к тем сортам, которые мясистые, сахаристые, мякоти. Вот мяса этого много-много. Это не скороспелки, это именно крупноплодный вот такой салатный сорт. Ну и, конечно, назначение универсальное. Хотите делать сок? Пожалуйста. Хотите мариновать, консервировать дольками? Пожалуйста. Хотите салат приготовить? Сам Бог велел из таких томатов крупных делать салат. Все, вот это краткий видеообзор. Томата бычей лоб. Больше я на улице его не буду показывать. Он, скорее всего, скоро куст весь развалится. Я сейчас буду снимать все эти плоды. Потом дегустацию буду проводить. Я вам покажу. Смотрите, какой красавец. Крупный такой. И главное, что он не капризный. Я почти ничего с ним не делала. Он вот как рос и рос. Его надо было, конечно, может быть, верхушку пораньше прищепнуть, чтобы вот эти больше налились плоды. Но мне и так нравится. Смотрите, какое изобилие на кустах. Прелесть, а не сорт. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это очередной сибирский сорт, который не капризный, не прихотливый, такой пробивной в любую погоду даст урожай. Все.